Добрый день! Я хочу вас пригласить со мной походить по ресторанам города Омска. Они очень хороши и сегодня я хочу с вами полюбоваться на то, как великолепно украсили не только внутренний интерьер, но и снаружи ресторан «Шинок». Ресторан этот я знала еще в прошлый раз в мой медит, моя подруга Светлана Владимировна, которую я излишне лекомысленно зову просто Светочкой. Она-то у нас министр просвещения своего района и как раз в это время, когда я там была, проходила ЭГЭ и ее детки сдали математику и она с гордостью мне говорила о том, что 4... Ой, посмотрите, муха села мне на экран. Какая наглая! Я иду по Омску, а мухи садятся на мою камеру. Ужас какой-то! Так вот, у нее 75%, то есть трое из четверых сдали математику на хорошо и отлично. Вот так работает эта дама. И она меня в прошлый раз пригласила в этот ресторан. И вот этим утром, а мне нужно было позавтракать, увидя этот ресторан, я, конечно, решила в нем и позавтракать. Но не тут-то было. Вы видите, что я смело так поднимаюсь по ступенькам, наверное, дергаю за дверь, а потом обращаю внимание на расписание. А оказывается, завтраком здесь не кормят. Какая досада! Начинают они в обед, и обеды у них комплексные. Придется мне пройти чуть-чуть дальше, слава богу, следующее кафе. Прямо стена к стене. Это уже известная нам чайная, чаевня, кофейня, тинта. И я знаю, что у них приличный Wi-Fi. Поэтому я смело иду к ним позавтракать и пользуюсь всеми возможностями. Кстати, у меня, когда возникали вот такие возможности, иногда полтора, иногда два часа, иногда даже больше свободного времени, я звонила тем, кто хотел со мной встретиться и говорила, я вот здесь-то буду примерно вот до такого-то часа. Вы можете ко мне подойти. А в тинта я съела вкуснейшие сырники. Вот моя проблема в том, что я сырники готовить не умею. Они у меня получаются как оладушки с краблениями творога. А здесь вот такие сырники были, как у моей бабушки, как в детстве побывала. Как я благодарна тому, что шинок с утра не работал, и я вынуждена была пойти в этот ресторан. Но в шинок-то я всё равно попала. Уже на ланч, уже попозже. Но я с удовольствием здесь побыла. Как вы видите, дизайн очаровательный. Здесь не просто Украина, а изыски Украины. И обслуживают очень быстро, и кормят достаточно вкусно. И я вам сейчас тоже покажу ценники. Буду выбирать, что поесть. И вы можете убедиться, что комплексный обед тоже очень дешёвый. Я уже рекомендовала вам одно кафе. Оно называется Ёлки-палки. Я про него раньше рассказала. Там проходила наша самая первая встреча. Нет, не самая первая, а самая вторая, но тем не менее. И цены там и здесь, они очень близки. Я полагаю, что на ужин цены, безусловно, другие. Потому что зарабатывать-то кафе должно. Помимо вот такого великолепного убранства, на которое потрачены, безусловно, денежки. Здесь ещё и очень хорошо натренированный персонал. И как вы можете видеть, вот здесь есть сцена, на которой, видимо, вечером играет живая музыка. Но я ни разу не попала в этот ресторан вечером. Я и в прошлый свой приезд здесь была на ланч. И в этот раз я тоже была на ланч. Но я с удовольствием показываю вам, как они украсили свой ресторан. Здесь есть всё. Есть даже колодец. Я, правда, его не очень хорошо показала. Вот рядышком он проскочил. И потом с другой стороны у колодца я буду сидеть. Но вы уже, когда пойдёте, вы обратите внимание, что и колодец здесь тоже есть. Не сега ля воду. Кора мысла гнется. Вот такой замечательный ресторан. И я там с удовольствием перекусила. Интернета, к сожалению, у них нет. Но я заходила именно напитаться атмосферой этой радости, чистоты, уюта и очень быстрым и качественным обслуживанием. Сейчас и российские рестораны тоже имеют меню на своих сайтах. Поэтому более подробно всегда можно изучить его там. И посмотреть, по карману ли вам ужин в этом заведении. Что касается моего выбора в этом году, что я у них съела, я взяла комплексный обед, потому что всегда это получается дешевле, чем выбрать что-то из блюд. Но не потому, что я экономила деньги, а потому что меня всё устроило. Я взяла харчо, я взяла морсик клюквенный, мне принесли хлебушка, а на второе мне дали зразы. Кстати, зразы я практически никогда дома не делаю. А из прошлого у меня в памяти осталось просто. Эти зразы кто-то ел уже два раза. И я выбирала между рыбкой или зразами и решила всё-таки вспомнить, что же это такое. Кстати, суп был шикарный, а вот зразы на меня не очень большое произвели впечатление. Либо потому, что они были не очень хороши, либо потому, что я не понимаю, какова же прелесть в этих зразах. Что касается ещё цен в Омске, мне вспомнилась такая ситуация совершенно не случайно. Я как-то шла по улице, мне нужно было попить. И я увидела маленькую забегаловочку, которая называлась кухней восточной, типа монгольской. Нет, вьетнамская кухня. Вьетнамская кухня. И я подумала, что что-что охлаждённый напиток у них точно есть. И зашла к ним за этим напитком и, безусловно, обратила внимание на интерьер и обратила внимание на цены. Так вот, цены в этой забегаловке, в которой вам еду подадут в пластмассовой посуде, она будет практически ничем не отличаться от той цены, которую вы заплатите за комплексный обед вот в таком шикарном ресторане, где вас будут обслуживать и где посуда у вас будет достойная. Я вспомнила про это и решила сравнение такое провести, потому что ещё в прошлый мой приезд, мои друзья говорили о том, что они теперь позволяют себе иногда посидеть вот в таком вот маленьком ресторанчике, они его называют национальной кухней, чаще всего какой-то кухней Востока, и их всё там устраивает. Я думаю, их устраивает, потому что они никогда не позволили себе зайти вот в такое красивое место и, скорее всего, потому что боялись того, что цены здесь кусаются. Есть места в Омске, в которых цены кусаются. Но я вот для себя открыла и с вами поделилась двумя великолепнейшими местами с прекрасным дизайнерским оформлением, с прекрасной кухней и обслуживанием. Обязательно найдите время, посетите и насладитесь. Так же, как и я, насладилась своим пребыванием в ёлке-палке и пшенок. А с вами была Галина Смис. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.